И мы переходим к главному событию этой опасной зоны Матч за чемпионский пояс И встречайте первым Первым выходит к нам Алексей Щукин Недавно совсем потерял он свой пояс Как раз таки в матче с Антоном Дерябином Произошлось на Рослиаде За сколько времени он проиграл, напомните Нам, а мы посмеемся Ну, смеяться не будем Может быть все это было не специально Может быть это течение обстоятельств Но матч длился тем не менее менее двух минут Вот вы говорите в течение обстоятельств Ну что ж, сейчас у Алексея есть шанс доказать зрителям Что это действительно злая ирония судьбы Вот сейчас он соберется и победит Антона Если это произойдет, то все будет забыто и прощено Ну, по крайней мере у нас одна надежда есть И будем надеяться на то, что этот матч будет больше чем две минуты Я всегда надеюсь, что мы на Лен будет больше двух минут На самом деле зрители заплатили свои деньги Они хотят видеть чемпиона на лиге Они хотят видеть бой И его оппонент, боже мой, конечно, не нуждается он в представлении Но я еще раз с удовольствием это сделаю Представлю его Это народный чемпион Антон Дерябин И действующий чемпион независимой федерации рестлинга Сколько он там кратный напомнить Пайт тайм, пайт тайм чемпион Антон Дерябин Просто уже разбегаются все рестлеры от него Бегут они, потому что когда входит народный чемпион на лиге А это я говорю только про парней Девушки с ними делают еще более интересные вещи Вот Антон Дерябин Сейчас звучит у вас зажигательная музыка А Алексей Щукин тем временем, наверное, настраивается И надеемся на то, что он настроится на этот бой Ему сейчас очень тяжело на самом деле Потому что немножко он, конечно, обескуражен Быстрым прогрешем в прошлый раз Но я Антону, я думаю, расслабляться не стоит То, что произошло на Рассляде Это огромное везение Ну, конечно, помножено на опыт Антона и его силу Да, будем надеяться, что этот матч оправдает ожидания Оправдает ожидания мейн-эвента Бой за чемпион в фитт-титул И, соответственно, понадеемся, что зрителям это понравится А я не сомневаюсь в этом И главное, знаете что? На самом деле, пояс Антона Дерябин Это абсолютно идентичные вещи Я просто не представляю теперь Антона без пояса Это как-то даже будет глупо смотреться Он будет просто голым для меня Да, сейчас Антон уже приучил своих зрителей, своих фанатов К тому, что он носит очень долго пояс Он ставил их опытом, как на собаках Больше года вроде, да, держал пояс? Там с перегоном как раз один месяц И что же, Алексей Щуков смотрит на ту вещь, которая совсем недавно украшала его стройную талию Давайте напомним коллега, что в одном из бэкстейджов он сказал, что этот бой будет совсем другим Это он призыв Антону сделал таким, чтобы тот не расслаблялся Ну что ж, посмотрим, сможет ли он сдержать это обещание сделать матч другим Продержится ли он дольше А может быть даже выиграет Ну давайте, смотри, собственно говоря, потому что бой начался практически Просто напряжение в воздухе Чувствуется всем зрителям и... Так, уже матч начался совершенно по-другому Рестлеры пока примеряются друг к другу А кто же сильнее? Да, так сказать, выявляет в локапе, кто сильнее Сейчас, наверное, не сильнее, более таким хитрым оказался Алексей Щукин Ну что ж, вы посмотрите, Алексей Щукин повел себя как хороший парень Он не ударил Антона, он отпускает его Все нормально И не атакует, хотя имеет полное право Смотрите, он призывает фанатов болеть за Антона И скандировать его имя Ну, чтобы, наверное, Антон чувствовал себя в родной среде И еще один локап Ну, очередная сцепь локап Тут же бросок через бедро проводит Антон Дерябин Такая сцепка туда-сюда И теперь Антон Дерябин попадает Неожиданно, сейчас, конечно, Алексей Щукин это сделал Ого-го! Я как будто сейчас играю в Mortal Kombat Вот, вы видели, как сейчас Алексей Щукин встал на ноги? Офигеть! Алексей Щукин пытается демонстрировать... Знаете, мне кажется, причина проста в проигрыше предыдущем Он не готовился к тому матчу, а к этому он не только снимал бэкстейджи на балконе Коллега, коллега! Как можно не готовиться к Раслиаде? Как можно не готовиться к титульному матчу? Это же звучит смешно! Это же Алексей Щукин! Хотя все возможно в нашем мире Да, к этому матчу он готов до 100% и Антону не будет легко! Посмотрите, как он зажал голову, но Антон тут же сбил его шолдер-блоком! С мгновения двух гигантов, но все-таки Алексей Щукин повержен! Да, все-таки Антон пользуется своим превосходством! Во всем превосходством, в опыте, в весе, в интеллекте, в интеллекте! В интеллекте! Возвольте, сразу все-таки! Нет! Покурска не прошла, повторите, видимо, то же самое, что было! Да, Алексей быстро ретировался с ринга, и потому что чуть-чуть и не попал он на финальный бросок на деревню! У Алексея был неприятный дежавю со Руссиадой, мне кажется! Он сейчас, наверное, приходит в себя, и подумал, что посмотрите, приходит в себя, и, наверное, обдумывает, выслит! Он улыбается на этот защитный рефлекс, на самом деле, в душе он плачет, мы все понимаем! Так, видите, он даже не решается зайти на ринг, и судья начинает отсчет! А уже отсчет два! Только времени провел... Ну, в любом случае, в одном уже Алексей Щукин свое слово сдержал! Этот матч действительно другой! Он уже больше двух минут, коллега, вы засекли? На всех моих 17 часах показано, что да, больше! Уже больше? Да, уже больше! То есть, он уже выполнил свое обещание! Бой будет другим! Он сказал, другим, да, непонятно, что именно... Наверное, другим по времени! Или как? О-о-о-о! Вы видели сейчас такой страшный удар, наносит Алексей Щукин Антону! Запуск! Антон Терябина не каждый может запустить! Да! Но Алексей Щукин может позволить себе такую маленькую слабость! И... И прям, смотрите, провел несколько атак, но тут же получил Биг Буддин в башку! Когда говоришь об Алексею, вот по-другому, просто другие слова не лезут в голову! Чоп! Чоп от Антона Терябина! Теперь серия ударов локтем! И Антон разбегается! Страшнейший клоузнайн в углу от Антона! Ох, промахнулся сейчас Антон! Бегу, он не рассчитал! Смотрите, нога запуталась в канатах между вторым и третьим канатом! Теперь этой ситуацией может воспользоваться Алексей, но судья помогает! Да, он и пользуется! Подло атакует Антона в таком положении, когда он не может сопротивляться! Средства хороши! Посмотрите, он обрабатывает ногу! Методично бьет по ноге! По той ноге, по которой и тут же добавляет дробки к летящим! Да, Алексей Щукин прям сегодня потрясающий! Показывает потрясающую технику, я удивлю! Вот все-таки судья помогает Антону распутаться! А то он был сейчас как муху пойманным Алексеем Щукиным в свою паутину! И Алексей Щукин ждет! Видимо, он хочет сделать свой! А свой что? А, кстати, вопрос, коллега, что свой? Не знаю, что свой он хотел сделать, но Антон Дерябин сейчас... Ого! Мы наблюдаем матч тяжеловесов или хайфлайф матч? Буквально летящий Щукин! Это что-то крутое! Спиннил хилл кик! Из ниоткуда практически выписывает Алексей Щукин, да! Нам даже повторяют это, потому что... Это было круто! Чтобы мы еще раз убедились, протерли глаза и сказали, да, он действительно мать его это сделал! Ну, отдадим должное, у него получился этот прием! Да, действительно, он был прекрасно проведен! И сейчас уже вернулись мы опять в тяжеловесную стезю! Два гиганта обмениваются своими ударами! И неужели урок арифметики? Тен-патч от Антона Дерябина! Сейчас незавидую ситуацию Алексей находится, ну, посмотрите, такой модифицированный, не шлагбаум, а как этот называется? Там крат, там крат! Да, да, да. Он решил, что что-то я только один не завидую ситуацию и отправил Антона туда же. Так, что задумал Алексей? Видно, будет методично обрабатывать теперь уже спину или что? Так, да, конечно, все много сил у Алексея отнял этот матч, но набрал достаточную скорость и вот так врезался в Антона Дерямина. Да, сейчас Алексей снова собирается силами, но Антон просит поддержки зала, соответственно, получает его энергию. Клоузлайн. И тут же на бэк-суплекс. Шикарно провел Антон бэк-суплекс. Наверное, попробовать удержать соперника, что он и делает. Раз, два. Но этого мало для Алексея. Алексей продолжает оставаться, так сказать, в игре. Да, в игре, так сказать, он еще претендент. И пока что карусель. Смотрите, Антон заводит на свой финальный прием карусель. Зал хочет прием. Зал хочет прием. Это уже вторая попытка, но тут же Алексей блокирует. Зацепился он за третий канат и остановился тем самым. О, господи! Да пошло все, ну ничего себе, Алексей Щукин повезет вертел сейчас Антона. Это было что-то невероятное. О, май гад! Молодец, Алексей! И еще раз. Знаете, я могу вечно смотреть на пару вещей. Как горит огонь, как выдают зарплату и как Алексей Щукин делает этот прием на Антоне. Это круто смотрелось. Действительно потрясающе, ведь Антон не маленький мальчик. Напомним. 10 ударов теперь пытается сделать Алексей. И тут же получает бомбу от Антона. Пауэр-бомбу, да. Попытка СТФ или что? СТФ! Зажимает Антон Дерябин на Алексея Щукина в СТФ. И это очень опасно для Алексея. Доберется ли он до каната? Из последних попыток все-таки добрался. Все-таки не на середине Антон проводил этот прием. Посмотрите, пантор бомбы. Ну вот просто как видите, проламливается от этих здоровых ребят. И что, попытка пайл-драйвера? Нет. Ну, Алексей, это свои планы, мне кажется. Не входило в его вот эти планы как раз принимать сейчас пайл-драйвер. И получает бостонский краб. Знаменитейший прием, знаменитейший болевой прием, от которого многие сдаются. Но вы знаете, почему? Почему Алексей использует его? Вот в чем вопрос. Да, почему же? Странно, но... Ну ладно, как говорит-то, да? Получилось вроде как-то у него. Ну как-то, Антон дотянулся до Канады. Я думаю, если бы он не дотянулся, то все, был бы он снова чемпион. Но я думаю, что Антон Дерябин, по-моему, за всю свою карьеру еще ни разу не сдавался от болевого приема. Напомните, коллега. Я, к сожалению... Нет, я, конечно, огромнейший фонтан... Фонтан. Фонтан Антона Дерябина. Но я не помню, не помню я таких подробностей. Ну, давайте это оставим для экспертов, они напомнят вам потом в процессе просматривания его боя. Для нового фонтан Азиака оставим этот вопрос. Ведь Азиак каждый день не звонит и кричит. Я хочу еще раз... Увидеть матч Антона Дерябина? Да, наверное, он так и делает. Ну, мы не будем сейчас уточнять, да. И не будем напоминать всем про данного господина. Матч продолжается. И, о, господи, это еще какой-то один модифицированный спинь Хилкейк в углу уже. Просто неожиданно сегодня ведет себя... Это были ту-бели суплик. Это просто, уже, знаете, это идеальный были ту-бели. Вы видите, как высоко ли все еще летели. Бросок смерти, так называемый. Понял? Сейчас, что это происходит? Антон бьет пощечины. Алексей Щекин вышел после этого приема. Он говорит, почему у тебя еще пульс прощупывается? И... Спаймастер! Ничего себе! Раз, два, два! Знаете, сейчас такая серия довольно мощных приемов. Проводит оппоненты. Вот. Матч уже продолжается, наверное, минут 10, а то и более. Ну да, в любом случае, Алексей Щекин уже давно переплыл свой предыдущий рекорд на расследе. Господи! Господи! С канатом. Ну да, коллега, давайте напомним, что Алексей часто, так сказать, проводит вот такие штучки легковеса. Ну да, ну а собственно, что, если парень может, почему бы не делать? Раз, два, да, нет, 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 нет. Антон Зерябин. Подождите, а подождите, это одно из движений Алексей Щекина. Пытался он сейчас сделать байсиковый кик, но Антон на шаг впереди. И катапульта улетает. Сейчас Алексей Щекин прямо в подушку безопасности и в клоузлайн. Охо-хо-хо! Как там только руки не сломались. Завернулся прям хорошенько так. Алексей приземлился опасно на локоть. Самый гигантский сплэш в российском рестлинге. В истории российского рестлинга. О, ты, ты, блядь! И этого для победы пока не хватает Антону. Алексей держится молодцом. И сейчас он действительно испытывает ту мощь, ту силу народного чемпиона. Да, когда два таких парня обмениваются ударами, нужно осторожно зрителям себя вести, потому что взрывная волна по залу ходит от этих ударов. Ох, ох, вы посмотрите, каждый удар за 350 килограмм. И что же задумал Алексей Щукин? Не знаю, что он задумал, но карусель удачи он получает. Третья попытка, и она была успешной. Карусель удачи. Но Антон не торопился удерживать. Почему он не удерживает своего оппонента? Почему он дает, что-то случилось с Антоном, потому что он вовремя не удерживает оппонента. Что? Раз, два. Все равно Алексей Щукин смог дотянуться до канатов. Это за коронного. Вот это заминка, когда Антон сразу не успел удержать. Видимо отдал все силы на эту хорошую удачу. И привело к тому, что Алексей дотянулся до канатов. Ну что ж, мне кажется, самое время для попытки номер два. Попытка номер четыре, я бы сказал. Просто третья прошла успешно. И Алексей захватывает на плечи и проводит такой вот модифицированный домкрат с плеч. И это может прийти в победу, но он не приносит. Так, Антон Дерябин все еще наш щел. Посмотрите, вот еще один из повторов финального приема Антона. И тут же отправил фонфтор от Алексея. Мы меняли с любезностью, мы сейчас рестали каждый пролет друг другу в этой короночке. И опять коллега, что-то напоминает мне вот эти удары ногой в углу ринга. Вы не знаете? О чем вы? Нет, нет. Я понятия не имею. Неужели байсикл, боже мой? И байсикл кик проходит, но Антон попадает в ринг. Это большой ему подспорьем будет теперь. Потому что нельзя за рингом удерживать. Хотя можно отсчитывать, чем сейчас у Деи занимаются. Да, сейчас оба борца находятся за рингом. И для победы нужно, естественно, им снова вернуться на ринг. И удержать друг друга. Алексей еще вверх благородно. Хотя, если это при минимуме, к этому разу, все равно возвращает Антон Зирябин. Раз, два. Нет, Антон вырывается. Антон вырывается и продолжает, так сказать, свое чемпионство. Потому что его не удержали. Да, оно не было прервано. Что ж, очень много сил отдал Антон Зирябин. Он получил и коронный прием, и байсикл кик. Но, коллега, это уже третий или четвертый раз, когда Алексей стоит в углу и пытается провести. Ну, Антон, Зирябин надоело, и он захватывает Алексей еще. Он реверсирует и... Так, Алексей, если сейчас сдашься, то все, твои руки закончатся. Так что давай, сдавайся. Но, коллега, на кону же чемпионский пояс. Поэтому он будет делать все, чтобы дотянуться до этого каната. Но в прошлый раз он все и не делал. Почему? Сейчас он настолько хочет выиграть. Давай, просто постучи по ригу, и все, твои руки будут прекращены. Нет, он дотягивается. Дотягивается, а это значит, что матч продолжается. Это значит, что у Алексея и по-прежнему есть шансы выиграть чемпионский титул. Это просто противостояние двух супер-мутантов. Супер-менов. Действительно, потрясающий матч. Настоящий мейн-эвент этого вечера. И... Ох, Алексей Щукинс как-то коляпу на спрыгнул. Неужели еще одна коронка от Алексея Щукина? Нет. Антон Дерябинс, ворожь к Алексею. Раз, два, три. И вот так вот. Антон остается чемпионом. Нет. Ну, это правильно на самом деле. Ну, насчет правильного, правильного, неправильного, не знаю. Алексей еще не дорос. Алексей все-таки дал сопротивление. Да, ну, он действительно напугал. Напугал немножко, немножко так, дал поволноваться, да? Я думаю, вот именно в той серии, где была коронка и басико-кик, я думаю, Антон... Он поблагодарил всех там своим богом за то, что он выпал с ринга. Да. Потому что могло все закончиться на него. Но, в любом случае, все сложилось очень удачно. Наш чемпион все еще пятикратный... Пайф-тайм чемпион. Да, народный. Народный. Пайф-тайм и народный чемпион. Поэтому можем поздравить Антона Дерябина. Ну, и, соответственно, похвалить Алексей Щукина. Да, действительно, это была попытка потрясающая. Что это, что это на ринге? Что это за... Наринг вышел гладиатор. А-а-а, я понял, дорогой коллега. А тем самым он выиграл сейчас у одного оппонента и заслужил право мейн-эвента на юбилейной опасной зоне. А это будет, значит, мейн-эвентом Антон Дерябин против гладиатора. Ну что ж, это будет еще один потрясающий матч. Я думаю, украшением юбилейной опасной зоны станет. Ну, Антон Дерябин, как обычно, показывает, что парень, это не будет легкой прогулочкой. Это будет битва двух титанов российского рестлинга. Увидимся на юбилейном шоу. Гладиатор, мне кажется, до самой юбилейной опасной зоны в ушах будут звучать эти слова. А может быть, он до самой опасной зоны, до юбилейной шоу, он уедет в Армению, готовится? Ну, не знаю, не знаю. Посмотрим, что будет дальше, дорогие друзья. Следите за нашими шоу «Независимая федерация рестлинга». Всем спасибо и до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!